Он настоящий воин, я его уважаю очень. Шаг 6 спущусь, и там тоже за поезд буду биться. Как Акуа, короче. Не-не, Халк, остается Халком. Брэйсов, хороший боец. Слева от меня стоит новый чемпион в легком весе, Али Багов. Али, поздравляю, это было круто. Мне кажется, что этот бой, он будет боем года 2018-го. Расскажи, какие эмоции, вижу, что веселый. Наверное, первый раз, как я у тебя беру интервью. Альхамдуллах, все получилось, как я хотел. Я хотел, ну, Болевой сделать, но он не давал. Он настоящий воин, я его уважаю очень. Многие габардинцы, адыгейцы, многие приехали от души им всем. Все получилось, альхамдуллах, все как хотел. Новый чемпион, все. Ты достойный этих аплодисментов, это очень круто. И поддержка, я не знаю, слышал ты или нет, но ты по-любому слышал, потому что я видел, что ты общаешься с публикой. Когда ты стоял у клетки, ты показывал им, что все в порядке, ты с ними, они с тобой. Расскажи, как помогла тебе эта поддержка сумасшедшая, потому что были тысячи ребят, которые за тебя топили. Многие братья приехали, родные братья, мать, брат, вот, они приехали поддержать меня. Я все слышал. Я даже, когда дрался с Азизом в четвертом раунде, я с ним разговаривал, давай, брат, работай. Ну, снизу я разговаривал. Все получилось, как хотел, альхамдуллах. Первые три раунда ты без вопросов забрал. Четвертый и пятый были для тебя сложными, но когда ты после окончательного гонга вскочил, ты прыгнул на клетку, и ты уже знал, что станешь чемпионом. Не было ли вообще какой-нибудь капли сомнений? Я когда приехал сюда, ехал, я сказал, новый чемпион едет забрать пояс. Я это забрал, альхамдуллах, все получилось у меня. Я три раунда забрал, и я, ну, я уверен был, что я чемпион. Это столь этого пояса. Сейчас 6-6, если, если хороший диетолог найду, 6-6 спущусь, и там тоже за пояс буду биться. Ну, если бы руководство решит. Ну, сегодня мой новый день, ну, мой день, альхамдуллах. Всем саламу алейкум, за то, что приехали поддержать меня. Спасибо. Еще один вопрос. Кричали такую поддержку, и ты потом... Кричали такую кричалку. Скажи, как она звучит правильно, потому что я, наверное, напутаю что-то. Адыга-Вэй-Вэй. Расскажи, что это значит, и что это значит для тебя. Адыга-Вэй-Вэй значит... Раньше, раньше, когда габардинцы дрались, как тебе сказать, этот... Ну, не могу я сказать, короче. Ну, мы вместе, мы сильные, сильные. Ну, вот так звучит. Адыга-Вэй-Вэй, короче. Еще один вопрос. Ты сейчас очень сильно спрогрессировал по функционалке. Я помню, в свое время тебе немного не хватало. Сейчас ты очень хорошо дышал, очень хорошо держался. И расскажи, что тебе помогло? Какие-то новые упражнения, новый тренер? Может быть, там новые функциональные тоже какие-то приемы? Не, мой тренер, это мой родной брат старший. Он всегда, короче, поддерживает меня. Мы на сборах в горах вот с младшим братом были. 15 дней там на Двенослово все работали. В горах бегали и функционалку добавил, короче. Вообще я не устал. Я даже брату сказал старшим, не волнуйся. Если я вниз пойду, там я нормально буду работать. Ну, как акула, короче. Ты поменяешь никнейм теперь с Халка на акулу? Не, не, Халк остается Халком. И, наверное, последний вопрос. Разбуди в себя Халка, врачи, дракона. Энерджи Драгон. Да. Расскажи, если ты все-таки не сможешь согнать вес 65, то в 70 куча сейчас имен интересных. С кем бы ты хотел подраться? Тот же Исуф Рейсов перешел, например, в 70. Исуф Рейсов. Исуф или Исуф? Исуф Рейсов. Хороший боец. Он молодой, но ему надо 2-3 боя сделать в 70 килограмм. А так проблем нету. С любым буду драться. Кого предложат, с любым буду драться. Я и в 77 смогу драться. Я раньше выступал на 77. Я много гоняю вообще. В 18-17 килограмм я гоняю. Ну, посмотрим дальше, как руководство решит. Сейчас я отдохну чуть-чуть. Вот. Домой поеду. Я отдохну, поэтому, короче, начну. Ну, через 2 недели, наверное, начну тренироваться. Все, короче. Али, поздравляю нового чемпиона в легком весе. Красавец. Отличный бой. Спасибо тебе. Смотрите «Вестник ММА». Мы не спрашиваем про план на бой. И, ребята, мне кажется, стоит похлопать Али. Потому что он красавец. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами ММА можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут свежие новости, обзоры, инсайды, репортажи с турниров и еще много чего интересного. Так что подписывайтесь обязательно на канал «Вестник ММА» и не забывайте ставить лайк под каждым видосом. Ну и комментарии, если хотите нас порадовать. А еще, если вам нравится то, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Ведь тот, что так часто в кадре, не наш, а арендованный. Удачи!